Позвольте поделиться с вами моими взглядами, сформированными в процессе трудовой деятельности, но те методы, подходы и инструменты, что немаловажно, к оценке и развитию компетенции сотрудников, то есть к обучению имеющему цель. Спасибо большое, Сергей, что он так обозначил, что у каждого процесса должна быть цель какая-то на выходе. Ну и прежде чем я перейду, собственно, к теме своего выступления, с чего следует начинать совместную работу? Ну, наверное, познакомиться надо, потому что нас мама учила не разговаривать с незнакомцами, всем знаком этот персонаж. Кому незнаком, кстати, этот персонаж? Таких нет, потому что мы с вами представители, ну, к сожалению, может быть, но не поколение Z, не миллениалов, вот они не знают. А мы с вами знаем. Поэтому с этого начнем. Я кратко представлюсь. Меня зовут Денис Волков. Студенты меня называют Волков Денис Владимирович. Когда я тружусь с ними в должности работы в качестве старшего преподавателя, базовой кафедры цифровой экономики. Ну и там дальше приведены все мои регалии. Говорят, что если люди читают быстрее, чем ты говоришь, то лучше не говори. Поэтому я говорить не буду. Прошел я достаточно долгий путь уже в системе высшего образования. Начинала свою работу в системе высшего образования в 2010 году с позиции преподавателя, потом старший преподаватель, доцент, в том самом лидерском вузе в сфере электронного обучения. Поэтому вопросы внедрения инструментов автоматизации процессов обучения и все сложности, которые вызывает этот процесс, на обеих сторонах баррикад, мне знакомы не понаслышке. Сейчас, на данный момент, я выполняю функцию еще деревьев.